Через год, в сентябре 2020 года, в поселке Медведево планируют сдать в эксплуатацию новый детский сад на 320 мест. Строительство проходит в рамках национального проекта «Демография», инициатором которого выступил президент России Владимир Путин. На строящемся социально значимом объекте побывала наша съемочная группа. Еще несколько месяцев назад здесь, на улице Кирова, был обычный пустырь. Постепенно прибавляя высоту, сейчас растут кирпичные стены. Этот социальный объект под пристальным вниманием каждого жителя поселка Медведево. Дело в том, что очередь в детские сады здесь немаленькая. Сейчас ведется строительство 15 домов, в которых насчитывается около 1200 квартир. Это все у нас в районном центре. Сейчас у нас районный центр испытывает дефицит в детских дошкольных учреждениях. 184 ребенка на сегодняшний день у нас являются неустроимыми, детей старше трех лет, а общая очередь от нуля до шести лет составляет 894 человека. Три этажа в высоту, 13 групп, в том числе две ясельные в ширину. Общая площадь здания – 3500 квадратных метров. На строительство нового детского сада будет потрачено 184 миллиона рублей. Детский сад рассчитан на 320 мест. Проект садика типовой, зарекомендовавший себя как энергоэффективный. На первом этаже там расположена кухня, то есть это пищеблок, то есть со всем оборудованием, то есть полный цикл приготовления пищи для детей. На втором этаже располагаются спальные места плюс актовый зал. Ну и третий у нас там предусмотрен спортивный зал и также спальные места. Подобный садик с ясельными группами сейчас строится и в Ешкрале, в микрорайоне «Интеграл». Его сдадут в эксплуатацию уже через месяц. Всего в Мырел к 2021 году появится шесть новых детских садов, построенных благодаря национальному проекту «Демография». В том числе еще один в Медведево, в микрорайоне «Чеховский» и в Руэме. В планах также строительство новой школы. У нас подготовлена документация, типовой проект на 825 мест. Это ижевский проект, который уже реализован в городе Ижевске. Сейчас такая же строит школа в городе Ешкарале под сдачу. Министерство образования нам дало надежду, что за счет средств экономии в размере 50 миллионов есть возможность реализации данного проекта в 2020 году. То есть у нас вся разрешительная документация готова, земельный участок определен, проект привязан, прошел экспертизу. Я очень надеюсь, что этот проект в 2020 году будет начат. Новая школа может появиться на месте бывшего пруда возле ФОК «Витязь», что сыграет на руку жителям этого микрорайона. Наличие на одной территории комплекса образовательных учреждений и спортивного объекта будет являться конкурентным преимуществом этих новостроек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова